Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Я обещал рассказать о том, как я пополняю ИИС и откуда я возьму 300 тысяч рублей. Я обещал, что я пополню ИИС на 300 тысяч рублей. Сейчас я это расскажу и откуда они взялись тоже. А сейчас напомню, что такое ИИС. ИИС – это индивидуальный инвестиционный счет. Это просто обычный брокерский счет, но не совсем обычный, потому что он дает возможность вернуть НДФЛ суммы до 400 тысяч рублей, то есть до 52 тысяч рублей вам государство в виде налоговой заплатит на банковский счет, который вы укажете. И многие люди сейчас этим пользуются. Я сейчас не буду, наверное, более подробно об этом рассказывать. Этой льготой могут воспользоваться те, кто имеет белую зарплату в размере больше, чем 400 тысяч рублей за календарный год. Именно поэтому в конце года, календарный год заканчивается в декабре, поэтому в конце декабря самое время пополнить ИИС. Я рассказывал уже, что я пополнил ИИС на 100 тысяч, я показывал. Ну, после этого я... Помните, когда я рассказывал про Газпром, про то, что я там кондора приобрел. Кондор, кстати, до сих пор работает. Так вот, этот кондор приобретен тоже на ИИСе. И я туда завел еще, сколько там, 20 тысяч рублей. Ну, сейчас у меня появилась, наконец-то, некая сумма в размере, ну, скажем, 90 тысяч рублей. И сейчас я ее буду переводить. Ну, первое, значит, был вопрос о том, можно ли перевести деньги с обычного брокерского счета на ИИС. Я только что попробовал. В открытии это невозможно точно. Вот, не знаю, как у других брокеров, но у открытия невозможно. Я спрашивал, почему они объяснили, что по положению, опять же, Центробанка пополнение ИИСа должно быть строго с банковского счета, принадлежащего непосредственно владельцу ИИСа. И, ну, у открытия, по крайней мере, вот так. Может быть, у других брокеров можно с обычного брокерского счета. Кто-то мне писал, что это возможно. Напишите, пожалуйста, у каких брокеров это возможно, если это у кого-то получилось. Я только что попробовал это сделать. У меня не получилось. Я не буду это даже показывать. Ну, просто зачем терять время? Просто, ну, поверьте мне на слово. Нельзя. Нет, вот, пожалуйста, могу показать. Сейчас вы видите с интернет-счета обычного на ИИС. Пожалуйста, с фондового рынка. Деньги есть. Но надпись «Перевод средств между инвестиционным счетом и ИИС» невозможен. Вот все, собственно говоря. Ну, а сейчас давайте перейдем в банк Тинькофф, на котором у меня вот лежат денежки в размере 97 тысяч. И сейчас я буду переводить на инвестиционный счет, на ИИС, ну, еще 80 тысяч рублей. Ну, посмотрите, как легко это делается. Вот, денежки есть. Открытие ИИС Юра. Вот, у меня уже заготовлено. И я просто беру и ввожу сумму 80 тысяч рублей. Комиссия не взимается банком, потому что Тинькофф не берет за перевод по банковским реквизитам. Перевести 80 тысяч рублей. Ушли. Все. Их уже не вернуть. Все. Значит, смотрите, я перевел уже 200 тысяч рублей. Осталось еще 200. И, кажется, я с этой задачей справлюсь. Потому что, ну, потому что они у меня должны быть уже. Ну, есть все перспективы. Ну, а сейчас я хочу выполнить свое обещание и рассказать, откуда же взялись 300 тысяч рублей внезапно. Я думаю, что эта процедура может быть полезной для многих, у кого есть собственный бизнес и у кого схожие проблемы. Дело в том, что, смотрите, вот сейчас вы видите меня, да, и вот вы видите, вот у меня вот лицо, да. И вы видите, у меня одно лицо, так. А, на самом деле их 4, на самом деле у меня лица, потому что то, что вы видите сейчас, это физическое лицо. Кроме того, вы знаете, что я в каждом видео рекламирую свою биржу для чайников. И биржа для чайников, это все абсолютно легально. Все эти платежи идут уже на другое лицо, на ИП. То есть я выступаю там в качестве ИП. Это у меня второе лицо. И еще два лица, это два ООО, две компании ООО. Они принадлежат мне. Это те компании, которые у меня остались от полиграфии. И так случилось, что когда я занимался полиграфией, вот у меня были вот эти компании. ООО одно, ООО другое. ИП тогда не было. Денег, которые прибыли от полиграфии, уже не хватало для того, чтобы оплачивать аренду, оплачивать сотрудникам. И фирма начала генерировать убытки. Она это делала достаточно долго. Два года я продержался. Один год на запасах, второй год в кредиты. Ну, а третий год уже начал влезать в долги. И там, в общем-то, долги достигли размеров двух миллионов. В результате чего я там сначала дергался, а потом, в общем-то, решил, что это дело надо прекращать. Было очень обидно. И там было видео, которое у меня собрало кучу подписчиков. Я устал, я кучу просмотров. Я устал, я ухожу, как я оборудование сдавал на металлолом с кровью. Но в результате люди ушли. Значит, осталось только два человека. Один из них я, второй макетировщик в фирме сейчас. Я совмещаю функции директора, главного бухгалтера, водителя, грузчика и всего прочего. Ну и макетировщица, она выполняет работу по макетированию. И я передаю те заказы, которые остались своим коллегам. И оказывается, это выгодно. И с тех пор, как я вот это сделал, фирма стала генерировать уже прибыль, которая позволила избавиться от долгов. И потом прибыль начала прибавляться, прибавляться, прибавляться. А что значит прибыль у компании есть? То есть компания моя, прибыль идет, но для того, чтобы взять эту прибыль, ну известная проблема. Надо отчитываться. И люди ломают голову, как это сделать на самом деле. Как сделать так? То есть вот они, деньги лежат, они вроде как твои, но для того, чтобы их взять, там либо надо заплатить 50% сверху государству в виде налогов. Это если в качестве зарплаты. То есть 50% налоги идут, если я беру в качестве зарплаты. Либо если в качестве дивидендов 13%. И есть возможности, которые многие не используют, но которые вполне легальны. Смотрите. Вот это я как физическое лицо, это я как юридическое лицо. ООО. ООО занимается полиграфией. Физическое лицо просто живет. У физического лица есть машина, но нет денег, скажем так. Ну недостаточно, деньги есть. А у юридического лица надо возить все-таки продукцию, надо возить продукцию, надо заниматься. И нужна машина. Кто ездит на этой машине? На какой машине все это происходит? Вот на этой машине. И я решил, что почему бы мне не продать свою же машину вот этому себе второму. То есть, грубо говоря, переложить деньги из одного кармана в другой. То есть, смотрите. Машина переходит отсюда сюда, а денежки переходят отсюда сюда. Такую операцию можно сделать, ну скажем так, один-два раза. Здесь есть свои риски, и вот сейчас я хочу о них сказать. Какие риски? Смотрите. Ну вот, машина была здесь. Она как бы нормальная, как у всех машина-машина, да? А когда она становится вот сюда, переходит, то она уже меняет владельца по ПТСу. То есть, эта машина принадлежит юридическому лицу. Что это значит? Ну, это значит, что надо путевые листы выписывать. Где-то меньше из зол. Второе. Ну, штрафы приходят на юридическое лицо. Это не страшно, потому что, ну, как бы, все равно платит физик. Тут не так важно. Обслуживание – да, но, значит, смотрите. Вот это все-таки разные лица, вы видите, да? И если вот это вот лицо, вот это лицо влезает в долги, особенно перед налоговой, там, перед государством, там, то государство очень жестко поступает. Оно может, ну, как бы, предъявить, там, платежные требования и так далее, что оно делает постоянно. Но государство в лице налоговой может забрать машину. Ну, это проблема есть. Или там, например, если у вас очень крупная фирма, то государство в лице силовиков может наехать, ну, и отобрать также машину, что оно регулярно, в общем-то, и делает, в смысле, наезжает на малый бизнес. Это в порядке вещей. Вот, ну, меня, например, когда у меня были долги, и в том числе в налоговую долги были, ну, там, 300 тысяч, вызывали в свое время. И такой директор налоговой там, или кто там, не директор, главный налоговой, говорит, слушай, ну, вот у тебя долги 300 тысяч, что там собираешься делать? Я говорю, да что, какая мелочь, что вы меня из этого вызывали-то вообще, 300 тысяч, ну, как бы, есть другие люди. Говорит, ну, тем не менее, давай, высказывай, что ты будешь делать. Я говорю, ну, как-нибудь заплачу когда-нибудь. Вот, они говорят, нет, давай уже все, нам не важно уже, если раньше они там цеплялись, только не закрывайся, сейчас уже говорят, а нам пофигу, закрывайся. Мы можем тебе помочь в этом деле, просто объявим тебя банкротом, говорит, я говорю, ну, и что, вот, забирайте, у меня есть оборудование, там, типа, станки, пожалуйста, я не возражаю, берите. Они говорят, а машина у тебя есть? Я такой, оба-на! Ну, да, есть у меня машина на предприятии. Ну, была, по крайней мере, каблук у меня был тогда на фирму. Он действительно, ну, для этого предназначен. Вот, и я такой, оба-на! У меня каблук отберут. Вот, ведь отберут же. Вот, ну, в общем, так сказать, я посчитал, посчитал, думаю, не, объявлять банкротом себя не буду, проще рассчитаться. Ну, я рассчитался, потом каблук продал, и сейчас продал вот эту машину, уже вторую, на фирму. Сейчас у фирмы долгов нет, у фирмы настолько маленькие обороты, что она вообще никого не интересует, поэтому здесь все нормально. Машину я продал за 300 тысяч, как вы понимаете. Вот, собственно говоря, откуда берутся эти 300 тысяч. Ну, 150 из этих 300 уже легли на ИИС жены, уже сколько? 100 тысяч легли на мой счет. Вот, ну, осталось, как вы понимаете, 50 тысяч. Ну, и оставшиеся 150 я как-нибудь наскребу. Я уже говорил, что я каждый год пополняю брокерский счет на, каждый месяц на примерно 100 тысяч. Ну, вот, а 50 тысяч, ну, я с обычного брокерского счета переведу туда, ничего страшного. Вот, таким образом, у меня нашлись 300 тысяч. Если у вас есть свое предприятие и есть машина, как на физике, пожалуйста, вы можете эту машину перевести на предприятие, потому что все равно вы ею пользуетесь. Вот так. Я надеюсь, что это будет кому-то полезно. Ну, еще раз хочу напомнить, что ИИС пополнять надо. То есть я буду показывать, как я уже где-то в конце января буду писать декларацию на возврат НДФЛ. А на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Оставайтесь на моем канале.